Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Атикат Магомедова и вот что у нас сегодня в выпуске. Каков уровень заинтересованности абитуриентов в этом году и как вузы республики повышают уровень образования? Об итогах заседания Совета Безопасности Дагестана сегодня в выпуске. Специалисты дагестанской сетевой компании готовы к открытому диалогу с потребителями. Единый центр обслуживания открыли в Махачкале. Кузницу чемпионов, специализированную школу грэплинг открыли сегодня в Махачкале. Вопросы повышения уровня образования обсудились сегодня в Доме дружбы. В заседании приняли участие глава республики Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя правительства республики Екатерина Толстикова и главы муниципальных образований. Выступающие рассказали, каков уровень заинтересованности абитуриентов в этом году. Продолжить тему Ума Ибрагимова. На заседании Совета Безопасности тема образования была поднята неспроста. Ее вопросы непосредственно касаются безопасности граждан и безопасности Российской Федерации как государства в целом, считает глава республики. Все наши трагедии, которые произошли в Дагестане, на 90% это трагедия от того, что мы сдали позиции по культуре, мы сдали позиции по образованию. Вот это образовательные учреждения начали уступать разным сектам. Люди начали ходить на эти секты, вместо того, чтобы идти в школу. По словам главы, в республике сокращено 43 филиала учебных заведений благодаря работе прокуратуры. Абдулатипов отметил, что именно для повышения качества образования в республику заместителем председателя правительства была приглашена Екатерина Толстикова. И, в общем-то, положительные показатели ее работы уже наблюдаются. Сегодня мы за этот период решили вопросы на введение порядка в организации проведения ЕГЭ. Мы запустили непрерывную систему повышения квалификации педагогических кадров, которые были уничтожены. Запустили модернизацию оснащения современным компьютерным оборудованием средних школ. Уже 249 школ участвуют в проекте «Школа будущего». Эффективность деятельности образовательной организации высшего образования определили в Министерстве образования и науки России. Он на уровне 60 баллов. Кроме этого, Толстикова отметила, что в сельских поселениях учатся 57% детей. Предложила активизировать пункты повышения квалификации для директоров школ. Как отмечает сама заместитель председателя правительства, это лучший способ, чем применять какие-либо санкции. Так как именно от руководства школ и ее педагогов зависит уровень образования детей, а также то, как будущие абитуриенты сдадут единый госэкзамен. Обеспечена прозрачность проведения ЕГЭ. Это отмечает каждый год русский образор. Здесь проблема полностью решена. И более того, за период с 2014 года по 2016 и по 2017 даже мы движемся вперед по качеству баллов. Но при этом показатели все равно, я считаю, недостаточно хорошие. Если в 2016 году у нас русский язык мы смогли сдать 1500 человек, это 9% участников ЕГЭ. Профильную математику мы сдали 1800 человек, 24% сдававших. Физику мы сдали 831 человек, вот 31% сдававших. Толстикова также предложила активизировать работу сайтов образовательных учреждений, но при этом соблюдать определенный устав. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале открыли Центр обслуживания потребителей электроэнергии. Теперь у жителей республики появилась возможность оформить документы в режиме одного окна. На присоединение к сетям, передать показания приборов учета и получить консультацию специалиста. На открытии центра побывала и моя коллега Зумруд Гамидова. Задача центра – обеспечить решение вопросов, касающихся электроснабжения абонентов республики. Обратившись в центр, любой человек сможет в режиме одного окна получить своевременную информацию по целому ряду вопросов. В Центре обслуживания потребителей работает касса по приему оплаты за потребленную электроэнергию. Кроме того, оплатить счета можно и в терминалах, расположенных в холле. Я думаю, что она поможет не нам, не нашей компании, она все же поможет потребителю. Сегодня потребитель должен получать все виды услуг. Пользуясь случаем, как управляющий директор Дагестанской сетевой компании узнал свой долг, подошел к кассе, оплатил, и я спокойно знаю, что за потребленную электроэнергию я оплатил. То есть все виды услуг находятся здесь. Специалисты дагестанской сетевой компании готовы к открытому диалогу с потребителями. В Центре можно подать обращение или жалобу на качество или отключение электроэнергии на бездоговорное, безучетное потребление энергоресурса, также его хищение. Здесь же будет производиться прием и выдача всех документов. Это позволит потребителям существенно сэкономить время. Раньше, когда потребитель решал эти вопросы, он ходил в бытовую компанию отдельно, ходил в сетевую компанию. То есть потребитель передвигался по городу, чтобы решить какой-то ему один вопрос. Сейчас, да, весь этот комплекс вопросов решается на одном месте в режиме одного окна. Отметим, что подобные центры уже в этом году появятся и в других городах Дагестана. Замрут Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а далее краткий обзор событий от Гамзата Нурмагомедова. Задержаны организаторы группы фальшивомонетчиков в Дагестане. Злоумышленники изготавливали и распространяли фальшивые пятитысячные купюры. В ходе обысков сотрудниками ФСБ и МВД по Дагестану было взято оборудование для обозначения на поддельных денежных купюрах защитных признаков. Зафиксированы также факты сбыта фальшивок на общую сумму свыше двух миллионов рублей. В Кировском районе Махачкала ликвидировали несколько стихийных свалок. В результате проведенных рейдовых мероприятий специалистами Минприроды Дагестана совместно с депутатами городского собрания была выявлена стихийная свалка в поселке Ленинкент площадью 600 квадратных метров и две мусорные свалки в поселке Красноарминск общей площадью 700 квадратных метров. Дагестанец Рашид Гаджиесулов награжден орденом Эдельвиз второй степени и грамотой Федерации альпинизма России. Он стал первым дагестанцем, который покорил высшую точку земли в июне текущего года. Вручение ордена состоялось в его родном селе Хучадаша Мельского района. Для вручения награды приехали кавалеры ордена Владимир Шатаев и Евгений Казарезов. 200 человек проймут участие в межрелигиозном молодежном слете в Дагестане. В рамках форума пройдут тренинги, имитационные, ролевые игры, спортивные состязания, встречи с известными религиозными общественными деятелями, политиками и спортсменами. Участниками слета станут молодые люди из различных уголков республики, представители разных конфессий и национальностей. В новом зале к новым победам. В Махачкале состоялось открытие специализированной школы грепплинга. Вместе с почетными гостями кузницу чемпионов осмотрел и наш корреспондент Курбан Рагимов. Спортивный клуб «Агат», более известный для всех своим старым названием ДЦЦ, за 9 лет своего существования сменил немало тренировочных залов. Теперь грепплеры обрели свой собственный дом. Общая площадь объекта около 600 квадратных метров. Сюда входит оборудованный спортивный зал, раздевалки, душевые. Здесь же выделено помещение для офиса Республиканской Федерации грепплинга. На сегодняшний день я лично имел такую мотивацию создать такой зал, в котором я буду уже с самого начала, с самого возраста готовить молодое поколение. Ведь молодое поколение – это наше будущее. Для чего? Для того, чтобы эти ребята в последующем, уже на международном уровне, во взрослой жизни могли показать тот потенциал, которым обладает наш Дагестан. На самом деле, когда у тебя нет своего дома, как бывает постоянно, то с одной, то со второй стороны переходишь. А тут и свой дом, и такой евроремонтом, да. Очень хорошее. Вы сами видите, на каком уровне мы все этот зал подготовили. И надеюсь, соответственно, сюда уже приходишь. Я думаю, и отдаваться больше будем, да, и больше выкладываться, и желание будет у ребят тренироваться, и больше ребят будет сюда приходить, заниматься. Этим самым мы сможем и с улицы ребят вытащить, чтобы занимались нормальным спортом, чтобы развивались. Грэпплинг в виде единоборства, который совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. В этом спортивном направлении исключено нанесение ударов, но допускается применение болевых и удушающих приемов. Интерес к грэпплингу в Дагестане достаточно широкий. Об этом свидетельствуют высокие результаты наших воспитанников. Картина вот такая статистическая, если ее разложить, получается, что больше половины сборной России – это Дагестан. Россия является самой сильной грэпплеровской страной в мире, и в итоге получается, что Дагестан – самый сильный в мире. Открытие новой школы посетили спортивные функционеры и другие почетные гости. Обращаясь к воспитанникам, говорили об успехах дагестанских грэпплеров на мировом уровне. Было отмечено, что в относительно новом для нас виде спорта местными единоборцами завоеваны десятки чемпионских титулов. Руководителем клуба со дня его основания является Гаджумурад Абдулаев. В его адресе прозвучало множество теплых слов и пожеланий. В первую очередь хотел поблагодарить Гаджумурада, что он проводит большую работу. Он в маленьком спортзале провел много тренировок. У него уже свои филиалы. У него тренируется как Марат Гафуров, Рамазан Немея. Благодаря ему наши бойцы уже выступают в UFC. Мураду огромное спасибо. Он почти как локомотив этого движения в Дагестане. То, что нам приносят медали, надо делать на это особенный упор. Грэпплинг – это уже одна из визитных карточек Дагестана. И в мире набирает обороты популярность. Грэпплинг, БЖЖ. Так что огромное спасибо ребятам. И будем отслеживать их дальнейшие успехи тоже. Новый зал оснащен для занятий разными видами спорта. Установлена клетка для бойцов ММА. Имеются боксерские груши. В ближайшее время будет запущена зона для кроссфита. Кроме того, здесь будут проводиться занятия по вольной борьбе и смещенным единоборством. Одновременно тренироваться в зале смогут порядка 50 человек. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 59,08 руб., евро – 68 рублей. Это были все новости на сегодня. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова